В начальных этапах, пока человек растет, эволюционирует, его мирянин, либо его торговец может управлять его витязем и мудрецом, но на более высоких уровнях его витязь управляет его торговцем и его мудрецом, а на самых высоких уровнях наш мудрец начинает управлять нашим и витязем, и земным мирянином, так сказать. И по мере эволюции просто растет точка колокольни осознанности, не отказываясь ни от первого, ни от второго, ни от третьего, не выбирая, а все взращивается цельно. Вот, в принципе, эволюция души по мнению Спаса. Взращивая внутренний мир, мы начинаем во внешнем играть. Внешнее проявление целостное, внутреннее проявление целостное. Если здесь закрыто, мы внутреннее изобилие души не накопили, тогда человек, не накопив изобилие своего «я», начинает паразитировать на уровне рода, либо на уровне народа, либо на уровне космоса. А если взрастило изобилие, то есть внутренний космос, тогда он же альтруистически пытается заботиться о своем роде, альтруистически, в более высокой геометрии управления своего народа и всерода, то есть космоса. Вот взаимосвязь внутреннего и внешнего. Все должно быть цельно. И обычно спрашивается, а духовность это что? Внутренняя, либо внешняя? А духовность это не внутренняя и не внешняя. Духовность – то, что находится посередине. То, что объединяет и это, и это.